Привет! Мы левые блогеры, левые-левые. И сегодня мы продолжаем говорить про учение Карла Маркса. Которое всесильно, потому что оно верно. А вы знаете, товарищи зрители, что у нас нет Родины. И все, кто призывает защищать Родину, это мошенники, которые не хотят платить деньги наемникам. Цитирую слова Маркса. Рабочие не имеют отечества. Еще раз. Рабочие не имеют отечества. И у них нельзя отнять то, чего у них нет. Так как пролетариат должен прежде всего завоевать политическое господство. Подняться до положения национального класса. Конституироваться как нация. Он сам пока еще национален. Хотя совсем не в том смысле, как понимает это буржуазия из манифеста коммунистической партии. Так что капиталистическая Россия – это не наша Родина. Наша Родина – СССР. И наша Родина оккупирована мировым капиталом. Именно поэтому в современных фильмах про войну советские герои показаны идиотами, которые даже не знают, за что они умирают. Недавно в кино показали, что Зоя Космодемьянская умирала за булочку и трамвайчик. Родина. А умирали герои Великой Отечественной войны. За советскую власть. Вот французскому рабочему без разницы, кто будет владеть фабрикой – немецкий буржуй или французский буржуй. Поэтому Франция не слишком сопротивлялась, когда фашистская Германия на нее напала и довольно быстро оккупировала. А вот советскому рабочему, который познал все прелести того, что давай ему советская власть снова ложиться под буржуазию, не хотелось. Поэтому советскому человеку было лучше умереть в бою. Но об этом современном кино не скажут, потому что они снимают кино, которое понравится правящему классу – крупной буржуазии. Ну, разумеется. Иначе кто им деньги из бюджета на это киноговно даст? Лен, давай следующую цитату Маркса. Ух ты! Наша любимая цитата про религию. Религия – опиум для народа. Религия – это вздох угнетенной твари, сердца бессердечного мира. Подобно тому, как она – дух бездушных порядков, религия есть опиум для народа. То есть смотри, тут какой-то видеофайл открылся. А в переводе с английского – тетрадь смерти. Да, и принтер что-то печатает. Человек, чье имя будет написано в этой тетради, умрёт? Вы должны знать этого человека в лицо, иначе написанное не возымеет никакого действия. Таким образом, людям с одинаковыми именами ничего не угрожает. Если в течение 40 секунд после написания имени будет указана причина смерти, так всё и случится. Если причина смерти не будет указана, человек умрёт от сердечного приступа. После указания причины смерти, её точные обстоятельства должны быть изложены в течение 6 минут 40 секунд. Хотя, принтер я выключал, принтер выключен. Мистика какая-то. Да, это же тетрадь смерти. Вот она. Мы про неё анимешный мультфильм смотрели. В неё надо вписывать имена преступников и причину смерти, чтобы они умирали. Открывай новости с криминальной хроникой. Зачем криминальную хронику? Буржуазия хуже любых преступников. Потому что они грабят народ, используя капиталистические отношения, узаконенные на государственном уровне. Не надо криминальные новости открывать. Надо открывать сайты государственных органов. Ого. И рейтинг самых богатых в мире людей. А, нехило. Кстати, там все имена настоящие. А вот у преступников как раз могут быть левые трякухи. Они по поддельным документам могут жить. Ого. Так что можно полжизни сэкономить за глаза бога смерти не платить. А что писать в причине смерти? Ну, так это же элементарно. Расстрелян именем мировой коммунистической революции. Как враг народа. Ух ты. Кстати, за 40 секунд успеешь это написать? А, так это рука устанет. А то сказал, коммунизм легко строить. Субтитры создавал DimaTorzok Привет! Мы выходим в эфир с борта космического корабля Синий Платочек. Подлетаем к звездной системе Просфора Центавра. Наша цель – планета Левый Клирос. Нас пригласили наши гости и подписчики Из Вселенской Православной Церкви, К которой недавно присоединились Православные христиане нашей планеты, Которая, как известно, является родиной Иисуса Христа. Жители планеты Левый Клирос обладают развитыми технологиями, С помощью которых можно научить церковному пению Даже тех, у кого нет ни слуха, ни голоса. И мы надеемся, что они научат портесно-знаменному пению Даже такую бездарность, как мы. Это точно. Так, ну чё, вроде подлетаем. Ну всё, идём на посадку, отключаемся. До встречи в следующих видео. Спасибо за внимание. Субтитры сделал DimaTorzok